мы готовимся к полировке есть у меня товарищ ему уже за 80 поликарпа сколько вам 83 года человеку он на такой машине ездит кто-то его поцарапал и вот он любит все делать сам будем вот так полировать вот она царапушка конечно полностью и мы не уберем к сожалению но что делать и с одной и с другой стороны и вот здесь тоже самое вот а заклеиваем для того чтобы тут еще вот дела предыдущие были тоже царапают нехорошие люди человек любит ухаживать за машиной она у него даже кругом резюка на она какая вся блестит нам это чистенькая не салончики он прибрано все помыто вот просто человек любит все было аккуратно ну и как ему не помочь вот зовет посмотри сейчас будем будем посмотреть вот все прекрасно обклеиваем почему потому что вот отсюда вот смывать полироль это неблагодарное дело поэтому вот так не мы сюда вот так газетка отобьемся сожалению на улице потому что у меня все занято хорошо вот так вот такие вот люди есть неравнодушные к автомобилям и любят чтобы сюда чисто и красиво было вот эти царапины ему как нож по сердцу сам старается все сам делает но полировать надеюсь мне доверит доверите ну слава богу хоть и хоть если на чтобы не получил но спасибо надо же помогать надо мы делаем для того чтобы вот это покрытие с него потом очень проблемно все это вычищать поэтому заблаговременно решили все это укрыть также здесь вот на зеркале вот это не дай бог потом с нее смывать долго и нудно вот поэтому не торопясь не спеша чайку поболтать о дизелях и глядишь потихоньку все будет окей вот он наш счастливый хозяин стоит улыбается вот мы все под закрыли вот такие все покрытия еще раз повторюсь надо стараться закрыть вот она наша красота чухнулась вот она царапина она видна вот и вот аж до сюда вот уже тут полировалась не раз вот и подкрашивалась поэтому постараемся чуть загладить и все без фанатизма вот полиролька мензер на 1 2 номер вот так вот у нас теперь вот такой бок красивый все ровно все хорошо это даже после первого номера сейчас будем еще вторым полировать ну что же вот таким макаром после второго номера все ровно как говорится блестит все хорошо сейчас выгоним на улицу посмотрим что дальше делать ну вот все чистое у нас нигде не по забрызганая все чистенько потому что потом с нее смывать это скучно долго и противно и все равно так не отмоешь но я подскажу одну подсказку из положение если полировали и потом извиняюсь загадили замучили и потом не знаешь что делать есть такая фигня есть крем краска вот что-то типа такого черная есть вот такая вот красота берешь ей и фигачишь а что делать потому что когда деваться некуда вот видно да вот она красит хоть как-то можно закрасить в данном случае придется всю арку так вот она тут так пенится потому что невозможно потом ничего сделать вот уже было тут что-то белесое видно вот они потеки вот мы сейчас попытаемся убрать вот досюда до брызговика вот убирает визуально убирает какие-то царапинки сначала мы и так аккуратно наносим но это у кого-то может быть это эконом так сказать вариант для тех кому уже приспичило и хочется навести красоту вот дадим немножко и подсохнуть и потом берем вот такой губочкой дрынь 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 и растушевываем потихоньку аккуратно вот и так же как вот и обувь можно наканетелить что она будет но я уже на машину не полезу после этого ну вот смотрим уже эти подтеки не так видны но ночью сыроватая тут и вот так чуть-чуть растушевать и вот такая вот красота получается обычно перекупы перед рынком таким решат потому что в молдинге становятся вот такими фу молдинге ну вот это вот вот этот пластик становится нарядным и красивым вот это когда уже некуда деваться вот такая разница видно он тут такой бодрый как новый этот как не новый вот такая маленькая вот стучка хитрость очень даже дешевая ничего никаких расходов не надо это у любого человека есть тем более у мужика обувь чистить надо вот и все вот таким образом можно так сказать машину прихорошить если вы накосячили или если вы не накосячили а вам надо допустим взять ее чуть при прихорошить ну опять же вот здесь чуть чуть я залез рукой вот ну ее практически не видно тут чуть чуть подстереть вот ну становится более нарядным этот пластик и как видно особо он так сказать и не пачкается чуть-чуть вот след есть но дать надо высохнуть и хорошо растушевать и все и будет все красиво высохнет и вот такой нарядный красивый делитесь то чем говорится делает такие вещи убегает от вот этих проблем вот начнем даже с молдинга вот этот видно что более серый этот более нарядный такой он более строй то есть то есть есть возможность так сказать загладить свои косячки ну вот у нас то место что у нас было подшлифована так сказать не экстра не супер-пупер но для лев поликарпыч это по-моему неплохо да вот отлично не надо для пенсионеров это прям очень даже хороший вариант и теперь у нас подготовить вот здесь надо заклеить и вот это вот местечко дедушки тоже полирнуть и все и все будет как было вот такие дела опять газетками вот дедушка привез они все дедушки и бабушки у нас экономные вот нам вот этот кусочек надо вот немножечко немножечко полирнуть аккуратно опять же убираем все это я тут попротер чтобы ни песчинок ни мусоринок ничего не было и опять же первый потом второй номер и убираем всю красоту вот и все прошли первым номером вот такая красота сейчас берем волшебную тряпку и стираем вот эти вот фиговины вот все заблястело не знаю как на телефоне но глазом все видно все чисто аккуратно вот и ничего нигде не забрызгали мы вот тут конечно царапки были не без этого вот все чисто все аккуратно вот он счастливый хозяин хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе пока там говорят посмотрим вот 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 наш бог как он на улице смотрится вот и И что самое интересное, вот здесь тоже, вот, все нормально, все хорошо, вот, все блястит, царапины не видно, вот, тут вот видны вот эти блестки, это раньше подкрашивал кто-то, наверное, предыдущий хозяин чем-то, ну, вот они, дрынь, 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 ну, шо, а тут все нормально, вот так, помогли дедушке, а то он расстраивался, ну, человек привык ухаживать за машиной своей, всегда нам чистенько, аккуратно, аж горит, так что, вот так.